И после этого некоторые люди почему-то называют предателями Ахмедовцева. Ну что касается господина Ахмедова и его сложного взаимодействия с Донецкой Народной Республикой, я тоже буду что-то готов сказать, если будет время, если будет время, уделите внимание. Просто очень много степенаций на этой темы, ну и в общем любого уровня. Ну я готов к этой теме поговорить несколько лет еще. Расскажите про господина Ахмедова и Донецкой Народной Республики. Их нежные, их странные, их пугающие взаимоотношения. С одной стороны, у нас Народные Республики практически коммунизм. С другой стороны, у нас вся собственность по-прежнему принадлежит украинским олигармам. Почему вы ее не национализировали? Это же Народные Республики. О, давайте, национализация прекрасная тема. Давайте представим такую штуку, что мы национализировали господина Ахмедова. Надо сказать, что предприятие Донецкой Народной Республики, предлежащее, точнее, предприятие, находящееся на территории Донецкой Народной Республики, и предлежащее Господину Ахмедову с удивительной стойчивой республики, все это время работает. Господин Ахмедову, в силу того, что он в свое время, ну, я бы сказал, столбом и основанием украинской политики, был человеком, который практически неформально держал украину, он, так сказать, ему выгонено нынешнее положение дела. Объясню, почему. У него очень было врагов. Врагов среди нынешней киевской власти, среди нынешнего киевского нестеблишмента, этим из главных является, конечно, персонаж по фамилии Пеломойский. Так он Ахмедову выгонено, когда у него предприятие находится на территории ДНР и производят продукцию. Ему же выгонено, что нужна продукция, потому что отправлялась продукция для экспорта, на назначение. Она должна отправиться. Должна отправиться куда? Ну, да, не. Как она может отправиться? Через парты. Через какие? Единственный порт для него доступный, это бурюр. Потому что остальные парты к инфраструктуре, ну, Бернязов, честно, не приспособлены. А почему нельзя нынешний, простейся. Я как раз к этому выхожу. Вы догадаетесь, почему нельзя нынешний руку в сентябре месяце хотя бы такие возможности были. Потому что, как товарищ Ахмедов, который господин Ахмедов, может вытаскивать свою продукцию из Донецкой Народной Республики, с террористической, в кавычках, ну, по мнению западного мира территории, выдавить? Ну, естественно, никак. Он не может ее оттуда ввозить. Соответственно, он должен ввозить с украинской территории. А единственный доступный импорт, опять-таки повторяюсь, это мой упор. А для ссужения, а для ссужения, а для ссужения, контролируется Голобойским. И он туда в метро не пустит никогда. Поэтому единственный возможный оставшийся вариант для того, чтобы благополучно функциональному обмена, это то, чтобы мой упор оскорбался от жертвого диктора украинского флага. Ужасно, да? Казалось бы, Иван Петрович, казалось бы, это ужасное предательство, что же делать надо поступать со всем друг другом. Ну, давайте представим, что... Олег Александрович, вы понимаете, что здесь сидят молодые русские националисты, которые с самых первых дней поддержали восстание на Донбассе, которые сдавали деньги, некоторые из которых прямо воевали в войсках ополчения. Вы им рассказываете, что, друзья, нельзя брать Мариуполь, нельзя добивать народу в Украину, потому что иначе господин Ахмедов не сможет вывозить свою продукцию в Украину. Подождите, подождите. Черт, это правильно. Дальше продолжаем укупостроение. Ну вот, Ахмедов вывез свою продукцию в Украину, получил деньги. На что нравится этот деньги? Ну, конечно, прежде всего, господин Ахмедов. А что еще? Вы знаете объем гуманитарной помощи, которую господин Ахмедов поставляет в Донецкую народную историю? Он очень-очень большой. Донецкая народная республика отчасти живет в саде гуманитарной помощи. И предприятие господин Ахмедов, работники, предприятия, которые являются гражданами Донецкой народной республики, что это за плату? Давайте представим, что мы национализируем предприятие господин Ахмедов. Вот, национализируем. Все стало народное, а шатерское. Добром. И что мы с ними делаем, с этой продукцией? Везем ее в Италию и продаем кому? Представьте себе. Представитель Донецкой народной республики, который постучается в какой-нибудь офис расположенный в Билане. И говорят, слушайте, вот, а так провезли, там, в 100 тысяч тонн чушек. То есть, среди российских топ-манеджеров, которые могли бы организовать левый экспорт в Италию? Левый экспорт в Италию. А продавим, что нужно продать левый экспорт в Италию? Ну, слушайте. Конечно, нет. И никто из российских олигархов за это дело не возьмется. Он говорит, в России, мол, у нас своей такой продукции. Девать некуда. Наша промышленность, в том числе и элитологическая, простите, работает на 40% из возможностей на сегодняшний день. Ну, зацепил, вот, поскольку, ручей, в центре Сергея Юрьевича Глазина. Ну, вот, тем временем, свою продукцию убивать некуда. Международные контракты, штука такая. Они заключаются на долгое лето, потом не пересключаются. Они потом ведут на определенный объем поставок. И, грубо говоря, опять-таки, любому эксперту выяснить, откуда она поступила, для ли она продукция, после того, что он взял анализ. Один в словке, конечно, Россия не может продавать анализскую продукцию. Это действительно не реально. А что будет, если они будут продаваться? И будут поступать в миллионарды общие, и не будут торговщик получать запросы. Пробующие решили, и все прочие. Что это будет означать для ДНС? Лог.